Край аграрный Мы говорим о том, что крепкое сельское хозяйство – это прежде всего крепкие семейные традиции в его основе. И вот что покажем. Наверное, все-таки с генами это любовь к нашей земле. А земля отвечает взаимностью. Расскажем, как темрюкские лиманы этой весной сберегли для фермеров урожай черешни и о том, как ее правильно убирать. Я считаю, что вообще в каждом растении есть что-то уникальное. Даже если их тысячи сортов и видов под одной крышей – семейное дело курортно-эстетического значения. Австралийские раки приедут на ПМЖ в Кореновский район, а в Приморско-Ахтарском – дуэт осетровых. Новости края аграрного. И рассказ о том, из чего рождается хорошее молоко. Вот это комбинарная кукурузка. Сначала цветочки. Ягодки, я вам обещаю, еще будут впереди. Наш первый сюжет об одном из первых на Кубани частных питомников растений. И в свое время об одном из самых известных. Ему уже почти 35 лет. С 1986 года семья Суботкиных в станице Анапской украшает жизнь в краю аграрном. Цветы, травы, овощи и настоящая экзотика из их теплиц сейчас растут в тысячах полисадников и садов. А корни этого дела вот как закладывались. С высоты птичьего полета кажется, что на окраине станицы Анапской великан расстелил гигантский пестрый ковер. Какие только цветы и цвета не переплелись в его узорах. Здесь и многолетние травы, и декоративные культуры, и аппетитная экзотика, и сочные краски однолетников. Обрамляет этот ковер бахрома из анпельных петуний в подвесных кашпо. Колышутся на ветру. А сколько всего еще спрятано под крышей огромной теплицы. Свой питомник семья Суботкиных бережно выращивала много лет. Все началось, когда переехали из средней полосы России в 1986 году. И вовсе не с цветов. На Кубанской земле глава семьи нашел для себя интересное занятие. Улегся виноградом. Все было очень быстро, скоротечно. Здесь не было винограда. А я не виноградарь, я просто поливод, общий агроном. Ну, что-то я улегся виноградом. Я за этот год собрал коллекцию 80 или 90 сортов винограда. Вырастил саженцев в первом году 35 тысяч штук. И поехал продавать по краю. Саженцы хорошие были, помню, продавались. Там женщины винограда, рисопаха подходили. Когда увидели мою корневую систему, там, ну, я пилочек там добавлял на грядках, там, все. Они говорили, такого быть не может. Они привыкли подлом сажать там. Оббежают до конца. И подлом, чтобы не было. Есть корни, когда развернули. Ну, было там. Вообще-то начал я не винограда, а стоматовый как раз. То есть, который привез оттуда. 400 с лишним сортов помидоров. Вот это я дал сразу на пчану. Желтые, черные, белые. Полосатые. 400 сартов – это много. Питомник рос вместе со страной. Своё дело оформили в 87-м. Как только государство разрешило гражданам работать самим на себя. В начале нулевых, благодаря интернету, стали поставщиками в наш край импортных саженцев из Европы. Тогда это было, если и было, но только у любителей. Только их стараниями, это может, они там, кто-то там был за границей, где-то кто-то череночек там в карман положил, привез, там, ну, или другие пути, я не знаю. Но ведь садовых центров-то не было. И семья Субботкиных росла вместе с питомником. Пятеро дочерей, двое сыновей. Теперь есть и внуки. Питомник – центр притяжения и приложения сил для многих из них. Вот, например, Елена отвечает за однолетние цветы. С детства опыт нарабатывала. Бываю, мы вверх ногами в детстве сажали, сажали корешочками наверх, было такое тоже. Ну, так-то сейчас уже не вспомню. Сейчас уже вершки, корешки. Уже отличаем. Отличить один сорт от другого неопытному человеку без шуток здесь будет сложно. Очень много сортов однолетних, плюс еще у всех сортов есть виды какие-нибудь разные, и получается их больше тысячи, наверное, на миновании будет. Посмотрите, есть питунья кустовая, в основном это как бы классика в однолетней культуре. Берем сорта, которые пользуются популярностью, и плюс, конечно же, то, что самим нравится, экспериментируем точно так же. А что же основатель питомника? Сердце его, как и много лет назад, отдано овощам и редким растениям. 100% и только к овощам сейчас, потому что я уже, ну, без комментариев. Просто люблю. Вы смотрите, какое растение. Ну, это цифромандр тоже у кого-то есть. А вот называется мертензия маритима. Это устричный лист. Один листик. Рестораны принимают там по 35, по 40, по 50 центов. Один листик. А почему устричный? А он устричный, вкус у него. Или же вот есть такое растение, вот смотрите. Вот это называется солянка сода. Ну, это по-латыни. Или же агретти. Ну, это в Италии в марте месяце все устремляются на рынки, потому что появляется вот эта вот еда, и люди просто разрываются. В Лондоне тоже 3-4 месяца сделают заказ в рестораны, когда появляются, начинают кушать. Этот уголок теплицы – маленькая сокровищница экзотических растений. Здесь и целебная бразильская мята, и батат, и необычные огурцы, и даже крысиный хвост. Так зовут в народе этот странный редис. В салат режут не корешки, а стручки. Сочные, терпкие и полезные. Я считаю, что вообще в каждом растении есть что-то уникальное. Сегодня то, что выросло в этом питомнике, можно увидеть на улицах Анапы и соседних станиц. Цветами украшают гостиницы, санатории, принадельни и приусадебные участки. Представить город, курорт и его окрестности без этого декора так же сложно, как лето на юге без ярких цветов. А теперь обещанные ягодки, черешня вам по вкусу. Ее как раз начали собирать сейчас в Темрюкском районе, в садах Рыжевских. Это еще одна известная фамилия среди кубанских фермеров. На 30 гектарах они много лет выращивают ароматные персики, сливы, виноград. Это кадры прошлого лета. Как раз идет уборка. Урожай не только продают, но и перерабатывают в натуральные соки, изюм и пастилу. В 2015 году на Кубанской ярмарке Рыжевские получили золотую медаль кластера садоводства. В этом году черешня в Темрюкском районе немного запоздала. Весенние заморозки ее не повредили, но уборку отсрочили. Мы узнали, что выросло, как выросло и как не оставить самого себя на 5 лет без урожая. Вы видите, на Кубани в этом году, там Краснодар, за резкого континентального климата, резко наступает тепло, ну и возврат заморозков. То наши лиманы и море, они нивелируют вот эти перепады. То есть у нас цветет все от 5 до 2 недель позже, чем в Краснодаре. За счет чего? За счет того, что за зимний период море остыло, и оно так резко не нагревается. То есть у нас цветение смещено от Краснодара из-за того, что воздух постепенно нагревается вместе с морем. Поэтому мы вот эти возвратные заморозки, мы их проходим, как правило, вот в большинстве лет. Ну, бывает, конечно, бывают рецидивы, но последние вот 6 лет практически как бы на нас морозы сильно не влияют. Это почему вот, ну, видите, она вот залечилась. Ну, что было? Был у нас дождик один. Ну, как сказать дождик? Это даже не дождик, можно сказать. А, ну, намочило так хорошо, как сильная роса. И все-таки из-за того, что влаги недостаточно, деревья сразу в себя, чтобы, ну, себя спасти, как говорится, они впитали. И поэтому вот вообще как бы тамань отличается по вот вкусовым качествам нашей продукции. Почему? Потому что, значит, у нас сумма температур эффективных очень высокая. Поэтому накопление сухих веществ и сахаров, оно самое оптимальное. То есть очень сладкие. Эти сорта мы вообще получили наши, это кубанские. Они выделены, опробированы на Крымской опытной станции. На этом участке у нас 4 сорта основных, которые мы выбрали. То есть они что? Они соответствуют товарному качеству. Вот вкусовые качества, товарные, наиболее приспособленные под наши климатические условия. Это вот сорт ранний, на котором мы находимся, сорт восход. Вот. Есть, значит, у нас еще 2 сорта более раннесредних. Это Василиса и Талисман. Вот. И средне-поздний сорт, это крупноплодная. Особенность агротехники мы перешли на формировки, которые, значит, более практичное значение имеют для товарного использования вот черешни. Видите, это вот называется вот два ряда. Вот сорт восход у нас на формировке испанский куст. Она в виде куста. То есть здесь не надо использовать большие лестницы для того, чтобы сорвать этот урожай. Все находится в зоне доступности. Ветли мы можем наклонять. Некоторые сорта мы же изучаем. На этой формировке не все сорта хорошо владоносят. И вот сорт восход на других формировках, он тоже не очень экономический. Поэтому он, значит, вот мы для этого сорта именно подобрали эту формировку. Все остальные сорта у нас немножко на другой формировке. Она называется КИЧБИ. Видите, здесь немножко другая. Вот она формировочка. Изначально для нашей зоны мы разработали 20 вот таких, 25 побегов. Видите, плодоносных. На которых сосредоточен весь урожай. В чем особенность этой формировки? Одновременное созревание. Она вся товарная. Имеет хороший внешний вид. Удобно убирать. Здесь вообще, вот видите как. Вот мы берем и, пожалуйста, работаем, убираем. В чем заключается особенность? Особенность уборки черешни заключается в том, что ее нужно правильно сорвать. Значит, черешня, она плодоносит на многолетних приростах. Называется плодушки. Вот она плодушка. Видите? Вот эта плодушка. Вот к нему прикреплена ягода с помощью черешка. И вот таким движением мы срываем, не повреждая вот эту плодушку, которая несет в течение пяти лет потенциальную урожайность. Каждый год мы проводим со своими людьми, которые приезжают на уборку, проводим обучение, как это все делается. Ну и непосредственно осуществляем контроль. Наверное, все-таки с генами это. Любовь к нашей земле, к нашей родине, Кубани, России. И вот мы получили высшее образование. Мы не просто пришли на землю, вот на голову. То есть мы имели опыт, большое желание, стремление. Ну и как этого добиться, мы уже знали. Получил начальное образование, качественное, в то время. И как раз, ну закончили, к сожалению, в такое время, это 91-й год. Это был переломный момент. И для того, чтобы выйти и организовать свое хозяйство, для нас это было, конечно, моральное такое, очень тяжелое принятие решений. Но наши родители, хотя они были очень простые, допустим, мать виноградарем, у жены колхозница, просто отец трактористом, у меня водителем. Но они все-таки поддержали нас в нашем стремлении. И мы, засучив рукава, семейно чисто, сначала с женой, и начали работать. Мы не могли делать работу, ну, как бы, койка. Нам хотелось проявить свои знания и показать, что мы люди, которые можем достичь определенных результатов. Любителям черешни на заметку, черешня или вишня птичья была известна за 8 тысяч лет до нашей эры. Интересно, какой она была тогда на вкус? А сейчас ее называют витаминной бомбой. Плоды на 82% состоят из воды и практически не имеют жира. Кислотность меньше, чем у вишни, это ценят те, кто страдает гастритом. В ней много витаминов А, В1, В2, С, Е, есть кальций, железо, магний, фосфор, йод и много антоцианов. Все вместе они оказывают эффект, который делает черешню крайне полезным продуктом. Согласно исследованиям, сок черешни стимулирует выработку необходимого для здорового сна гормона мелатонина. Черешню относят к продуктам, улучшающим память, потому что она богата антиоксидантами. А еще снижает риск инсульта. Антоцианы, пигменты, придающие черешне цвет, запускают метаболизм жира и глюкозы, нормализуя уровень холестерина и артериальное давление. Антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами, которые ускоряют старение. Витамин Е хорошо влияет на кожу. Черешня облегчает мышечные боли. Группа марафонцев, которая пила сок после забега, подтвердила благотворное влияние. Воспаление и болезненные ощущения уменьшились. В общем, это именно тот продукт, который и полезен, и вкусен. Смотрите далее в нашей программе. Они все спокойно гуляют, кушают, захотела, подошла покушать, захотела, полежала. А на дое тем временем растут секреты получения хорошего молока. Австралийские раки приедут на ПМЖ в Кореновский район, а в Приморско-Ахтарском – доэтоситровых. Новости края аграрного. Есть очеверие, есть кактусы, есть очетки, есть молодила. Модные украшения полисадников и офисных столов. В рубрике «Сельсовет». Что еще интересного в садах, полях и даже в водоемах края аграрного происходит, расскажем прямо сейчас в обзоре новостей. Мега-холодильник для фруктов построили в поселке Садовом в Ейском районе. Он может вместить 9 тысяч тонн. Пока ввели в эксплуатацию первую очередь ровно наполовину заданного объема. Хранилище для фруктов разделено на 48 камер, есть сортировочная и фасовочная линии. Теперь садоводы могут увеличить производство, не опасаясь, что хранить негде будет. Отсюда урожай в любое время по оптимальной цене можно будет отправить в любой регион России. В Краснодаре аграрии готовы к уборке озимой пшеницы. В нашем мегаполисе, в отличие от многих, есть десятки фермерских хозяйств и неплохие посевы озимых. Из-за непогоды весной урожай зерна может сократиться. Потери в разных хозяйствах города составят от 10 до 30 процентов, поэтому аграрии отнеслись к уборке вдвойне ответственно. 81 комбайн и еще десятки единиц сельхозтехники тщательно проверены, подготовлены и вот-вот выйдут на поле. В Приморско-Ахтарском районе фермеры дуэт осетровых, именно так называют этот процесс. Черную икру собирают для воспроизведения популяции. Браконьеры слишком сильно сократили численность ценных пород. Восстанавливают поголовье в подобных аквахозяйствах. Почти 3 килограмма икры заложат в инкубатор для разведения мальков, после выпустят в закрытые водоемы. В Хориновском районе планируют выращивать австралийского красноклешневого рака. Будет подписано соглашение по строительству фермы в хуторе Пролетарском. Срок реализации проекта – год. Этот вид рака считается одним из самых крупных, вкусных и экономически выгодных для разведения. Моя коллега Анастасия Боровикова только что из этого района вернулась. Раков там пока не наблюдала, зато познакомилась с работой другой современной фермы – молочной. Она входит в состав научно-производственного хозяйства «Кореновская». Молока там получают немало и большую часть перерабатывают в том же районе, на известном комбинате. Так что многие из нас его наверняка пробовали. А вот кому надо сказать спасибо за вкусный продукт. Этому малышу всего 20 дней от роду. И он, как ребенок, готов тащить в рот все, до чего может дотянуться. Но дотянуться куда-то тяжело. Мешают вот эти белые ограждения. Такое уютное индивидуальное жилье получает каждый теленок на молочно-товарной ферме номер 4 в хозяйстве «Кореновская». Это группа телят 03. Телята здесь выращиваются от 0 до 3 месяцев. Значит, здесь они выпаиваются, телята. Первые часы не выпаиваются материнским молоком, молозивом. Вот. И 57 дней идет выпейка. Потом переходим в процессе этого на комбикорм-концентрат и приучение кормовой смеси, которая в последующем у них будет. Значит, при весе здесь 900 грамм. Потом переводим группу в 3-6. Там формируем группы в пределах 25 голов и выращиваем до 6 месяцев. Потом передается группу 6-12. Бычки передаются на другую ферму, а телочки все остаются здесь. Это селекционная ферма. Здесь телочек выращивают, осеменяют и только потом дают имя и ждут отела. А уже после рождения теленка дойную корову переводят на другие фермы хозяйства. В год здесь выращивают 400 голов выскоудойных буренок галштино-фрисской породы. Пасадцы мы не выпускаем. Они все в базах находятся. То есть это беспререзный метод содержания. Они все спокойно гуляют, кушают. Захотела, подошла покушать. Захотела, полежала. Вот единица потом на дойку, по проходам загоняют на дойку. Подоили их. И так же опять они сами выходят сюда. На этой ферме трудится 22 человека. Под их опекой почти полторы тысячи буренок. За пять месяцев этого года валовый надой увеличили на 142 тонны. Отличная продуктивность. Вот что нужно кореновскому хозяйству. На что оно сделало ставку и учитывать в своей селекционной работе. Ну а какие могут быть надои без питания? Поэтому оно здесь продумано до мелочей и сбалансировано. Круглый год у нас одни и те же корма. Единственное, конечно, в летний период мы немножко добавляем зеленой массы. Где-то 10-15 процентов, чтобы немного витаминизировать. Здесь вот и комбикорм, вот селес, сенаж, сено и немного зеленой массы. То есть все, все, все. Вот это вот что такое? Вот это селес как раз таки. А вот это? Вот это сенаж. А вот это мелкая? Вот это комбикорм мелкая. Это комбикорм? Да, вот это комбикорм. Вот кукурузка. Что поест корова – это важно. Не менее важно, как она поест. Привычные для животноводческих ферм ясли в прошлом. В Кореновском вместо них бетонный кормовой стол. Гигиенично, современно и удобно. И буренкам, и обслуживающему персоналу. После сытного обеда – отдых в приятной и прохладной атмосфере. Вентиляторы мы включаем в жаркую погоду. Вот так же с вентиляторами совместно здесь орошение у нас сделано. То есть распылители стоят, и подается вода. Мелкая капелька, туман. И вентиляторы с этим туманом, получается, и влажность снижается, то есть и температура воздуха значительно тут прохладнее. И они летом все тут под навесом стоят. И здесь им комфортно. Главное, чтобы корова была здорова. От того, насколько ей комфортно в жару, зависят объемы надоев. Это прописная истина, и ответственные кубанские животноводы ее давно усвоили. Может быть, потому наш регион стал лидером страны по приросту производства молока. Только в первом квартале 2020 года в крае надоели почти на 30 тысяч тонн больше, чем за тот же период прошлого года. И в целом по стране производительность повысилась почти на 5%. По данным Минсельхоза, российские молочники сообща надоели на 400 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В этом хозяйстве Кореновска говорят, что планку работы повышают каждый год. И каждый год ее преодолевают. Пока еще никому неизвестно, где та высота, которую не смогут взять аграрии Кубани. И по традиции рубрика «Сельсовет» завершим нашу программу. Сегодня советуем обратить внимание на растения устойчивой к летней засухе и вообще суровой жизни, уже полюбившиеся многим суккуленты. Суккуленты ценят за то, что они неприхотливые в уходе, миниатюрные. Можно сделать из них разные композиции. Можно посадить и отдельно на грядочки, что тоже не требует ухода. Их можно использовать и в клумбах, и дома, и в офисах, и в ресторанах тоже делают композиции из них настольные. Мало количества земли, поэтому не требуется тот же дренаж. Если вы делаете композицию закрытую, кашпо, тогда нужен дренаж. А в горшочках обычных не нужно. Есть очеверия, есть кактусы, есть очетки, есть молодила. То есть их сейчас очень большое разнообразие. И форм, и окрасок, и всего остального тоже. Вот разнообразные кактусы, которые тоже цветут очень красиво по-разному. Они все по-разному цветут. Цветочки держатся недолго, но их очень много бывает на кактусах. Они очень яркие, это либо красные, либо белые, крупные цветочки, либо голубенькие даже бывают. Денежное дерево называют народе. На самом деле это красула, тоже относится к суккулентам. Но это не самые большие деревья, это тоже средних размеров. Они формируются и под бонсайи, и просто ничего не делать. Они сами себя формируют красиво. Вот пример композиций. Это большие. Есть точно такие же, наподобие маленькие. Или вот такие, или вот такие. То есть очень оригинальненькие такие композиции. То есть есть главные растения повыше, которые будут одно-два. А остальные растения уже либо ампельные, либо стелющиеся, либо какие-то ползучие, более вспомогательные. Все эти растения объединяют то, что они засухоустойчивые, солнцелюбивые, неприхотливые. И на прощание несколько поводов улыбнуться. Продолжение следует. А сейчас ответ на вопрос программы. Что значит доить черешню? Кто и зачем в краю аграрном этим занимается? Так делают только нерадивые сборщики урожая. Люди, которые подходят, смотрят веткой и начинают ее обрывать, не глядя на плодушки. Они скорость увеличивают, производительность. Сегодня они заработали заработную плату, но мы потеряли потенциально урожай на 5 лет. Давайте без потерь. И до новых встреч в эфире. Продолжение следует...